МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Спонсор проекта – компания Евросервис. Все виды изделий из кованого металла от первоклассных мастеров. Это проект «Рисуй с нами». Думаю, за четыре прошедших выпуска наши участники сумели оценить накал художественной борьбы и теперь готовы буквально ко всему. Под открытым небом сегодня будем творить. Мы едем, едем, едем в далекие края. Мы едем на пленэр, там развенем мульберты и устроим перфоманс. Все, мы готовы к встрече с прекрасным. Удивительно просто вот идешь, там где-нибудь ходит птичка, как сорока, но не сорока, нос длинный. Что такое? Кулик сорока оказывается такой. Кулик сорока? Ну, донула она с Куликовым. Согрешила с Куликовым. Здесь вышли на природу и 360 градусов, все, и вверх, и вниз, и влево, вправо, и выбери из этого кадр. Ну, вы люди, которые связаны так или иначе с изображением, с видеоизображением, скажем так. Поэтому раскадровку вы понимаете. Вот примитивный видоискатель. То есть вот начиналось с этого. И многие художники не стесняются вот до сих пор, вот ходят с такой картоночкой темной, которая позволяет вот вычленить из этого картинку. Начинается все с дальнего. Далее у нас такие вот сегодня размытые, перистые облака такие размытые. Ну, голубоватый такой оттенок. Бледненькие, а горы, они, конечно, уже потемнее. Вот. Если прикинуть, я уже кадром смотрю, дерево, все дерево не войдет. Нужно сделать главные стволы, и даже их, может быть, где-то даже можно упростить. Вот. А из веток выбрать самые выразительные. Вот из этой кучи их там не сосчитай сколько. Я уж не говорю про листики. Все листики рисовать тоже не будем. Возьму все-таки мастихин и задам голубой цвет. Поймите, голубой есть в пейзаже практически везде. Вот. Голубой, понятно, небо. Голубой, понятно, какой-то оттенок другой горы. Так что голубой, он здесь родной, он везде есть. Именно поэтому беру краску ультрамарин. Немножко с белой смешиваю. Получаю такой вот более бледненький голубой. Рабочая краска, которой я могу все рисовать. Вот это у меня будет, наверное, горочки. Горочки у нас, они там чуть-чуть только вот так вот колебаются. Колебается. Ух ты, какой звук-то интересный. Это тут кулик, пикасс. Ну. Вот. Потом уже пойдет, наверное, зелень. И вот этот поворот реки. Где-то здесь вот начнутся деревья. И деревьев-то вот будет вот-вот не более. Вот. Вот где-то у меня тут зависится вот здесь вот эта вот веточка. Вот. Голубая краска хороша тем, что если она где-то там останется, она потом растворится в остальных цветах. Раз, два. Тут вот второй ствол. Три, четыре. Да, четыре ствола. Второй, наверное, вот так вот загну. Видите, когда рисуешь, идет активное наблюдение. Вот. И вот этот вот шелест ветра, птички, вот эти запахи. Вы потом вспомните, глядя на свой этюд. Вот. Потому что это идет запись. Значит, этюд. Да. Этюд – это то, что делается непосредственно на натуре. Вот. На природе, в данном случае, на пленэре. Да. И это, по сути, запись. Запись изображения. Небо у нас будет совсем минимум. А вот дальше пойдет гора. Гора я вот уже этот свет разводил. Я его просто вот сейчас вот задам. Да. А это голубой. Вот две синие краски. Поймете, что они разные. Ультрамарин более сиреневый, что ли. Вот он дает вот этот вот силуэт. Вот. Это можно солнышко нарисовать вот на этой полянке. Вот. Для этого, конечно, идет желтый. Вот. Конечно, идет синий. Или, кстати, бирюзовый. Или синий, или бирюзовый. Желтым даст такой вот желто-желто-желто-зеленый оттенок. Цвет более-менее похож. То есть желтый и бирюзовый, плюс немножко белил. Вот он дает вот этот вот желто-зеленый цвет. Вот. Кусты, конечно, темнее. Вот те, которые там на горизонте. И смотрите, тени идут по поляне, да. Я намечу стволы. Хочу просто цветом сразу обозначить, чтобы вы понимали, где что находится. Палочкой процарапать. Или даже черенком кисти. Вот. Чтобы наметить хотя бы направление стволов, которые вот они у нас перед нами. Вот. Я наметил, теперь по ним. Ну, стволы толстые вот сначала. Веточки это потом. Ну, этот белый кусок надо тоже запачкать чем-нибудь, да. Вода такая бурая. Вот. Так, кстати. Вообще не голубая. Не голубая. Только вот кусочек тут поблескивает вот в этом месте. Вот я стою, смотрю. Испачкаем, испачкаем. Там блестит вот только один маленький кусочек. Вот я его и оставлю. В таком нетронтом пока виде. А все остальное вот просто... Речка перед вами. Разглядите. Вот один кусочек белый оставлю, чтобы точка отсчета у нас была. Ну, главное, что вода темнее, чем вот это освещенное поляне. Поэтому вот так вот грубо, но большой кисточкой я уже накидал. Ну, можно уже, конечно, и стволы обозначить. Вот ствол есть, соответственно, он отражается где-то вот так. Темный тут овражек я увидел. Ну, раз у меня кисточка темная, я этот овражек сразу тоже здесь обозначу. Я с Юлей, должны же быть какие-то константы в этом мире. Я работаю. Да, Юля? Да. Что-то я так... Не хватает, я так вставала и думала, что это плечо должно быть рядом. Да, моё мускулистое плечо должно быть рядом, да? Какой-то тепла не хватает. Зачем это от ветра? Да, от меня тепла много. Журналист – самая зависимая профессия. Твой успех в руках оператора, режиссера, продюсера и господина Случа, и игры твоей любимой хоккейной команды. Ведь Паша Зайцев еще и великолепный спортивный комментатор. Мосякин хет-трик оформляет! Кепки долой, кепки на лёд! А то, чего ему не хватает в профессии, он пытается компенсировать своим увлечением. Привет, Паша. Привет. Вот моя ласточка. Прокатишь? Конечно. Я боялся садиться за руль после того, как в аварии побывал. И, в общем-то, даже себе обещание давал, что никогда этого не сделаю. Ну, зарекаться нельзя. 37 лет я преодолел свои страхи, потому что уже дочери их надо возить куда-то. На маршрутках не сильно наездишься. Было действительно тяжело и страшно, но потом я понял, сколько времени потерял. Потому что дорога – это моё. Я не люблю городской режим, а вот на трассу выехав, получаю настоящее удовольствие. Характер во мне причудливым образом уживаются федантичность, порой плавно переходящая в занудство, и взрывной характер с ноткой авантюризма. Поэтому мы рискнули и отправились с семьёй с маленькими детьми за 400 тысяч километров через несколько границ в солнечную Болгарию. Так это затянуло, увлекло. На следующий год не получилось поехать, а через год мы выбрали немного другой маршрут, хотя отчасти он совпадал с предыдущим. Это маршрут в Грузию. А тут ещё и с хоккейным клубом посчастливилось объехать полмира. И всё-таки полной Грузию наш герой может дышать только в павильоне или в будке комментатора. Ну что ж, задорно, не скучно, но хотелось бы чуть более результативно. Ну всё. Иногда мне кажется, что я устал, но на самом деле перезагрузка требует совсем немного времени, и я снова хочу, снова хочу ехать на съёмки, встречаться с интересными людьми. Это одно из, кстати, самых ценных вещей в нашей профессии, возможность встречаться с интересными людьми. Мне нравятся положительные герои, я не люблю снимать какие-то скандальные вещи, и хочу, чтобы выглядели мои герои красавцами. Это действительно круто, когда ты помогаешь другим людям стать красавцем не только для своего окружения, для какого-то круга знакомых, друзей, любящих людей, а именно, чтобы увидели все остальные и поняли, какой, оказывается, классный человек буквально под боком где-то ходит, что-то делает, а мы и не знаем. Вот я ценю свою работу за то, что помогаю узнать. Я очень люблю нести позитив, и мне всегда вплоть до физического неудобства, вплоть до физической боли, когда мне приходится говорить что-то нехорошее, когда мне приходится выявлять в человеке негативные стороны, я чувствую себя даже на физиологическом уровне, неважно. Никогда Паша и не думал, что сможет пойти вот еще и на такой эксперимент, как рисование, но верит в свои силы, несмотря ни на что. В принципе, картинки природные, и небо, и зелень, но именно отчасти благодаря путешествиям я посмотрел столько разных пейзажей, что я и так это все вижу, и так это все люблю. По собственному опыту могу сказать, что журналист, и путешественник, и автолюбитель очень ценят все красивое вокруг. Вот мы и проверим, каким творцом в итоге окажется Паша Зайцев в романте «Больших дорог». Тебе козырное место нашли. Я могу с тобой поменяться, я пойду к воде. Мне кажется, это лучшее место здесь, там удачное. Я нарисую опять гениально. Помнишь тот момент, когда я рисовала дерево? Гениальный момент. Он запомнился всему городу. Мне звонят люди, говорят, нарисуй такое дерево, пожалуйста. Когда ты нарисуешь? И сейчас, мне кажется, это место, оно благоволит к тому, что мои деревья станут лучше, красивее, гармоничнее. Заказы попрут. Наверное, надо пощадрее белую брать. Да, слушай, а я много взяла этого. Ультрамарина много взяла? Да, наверное, он так называется. Это не то, что боязнь белого листа, когда журналист сидит и нечего ему написать. Это ничего нам не снилось еще, никакой боязни. Вот где боязнь. Я стою уже 20 минут, что рисовать вообще? Тут вот, я не знаю, что делать вообще? Кто-нибудь мне поможет? Что рисовать? Что рисовать? И что из этого, что я вижу? Громадное сходство между производством новостного репортажа и написанием этюда. Все, все равно не снимешь и все, все равно не расскажешь. То же самое и здесь. Уловить общее и передать самую суть. Ну вот сейчас посмотрим, как получится. Смотри, как горы и зелесины отличаются от светлоты неба. А здесь сейчас все совпадет. Поэтому я вот белый сюда несколько раз добавил. Вот так вот, вот до сюда. Вот такой светлоты у нас небо. А с горами, собственно, вот этот ультрамарин, он же другого оттенка. Вот видно, что две голубых разные. Но вы его уже развели. Вот для гор все-таки оттенок вот ближе вот к этому. Ну и пошел-пошел дальше. Понял. Понял, понял. Так, опять забыл. Достаточно гор. Нет, нормально. Мне то, что кажется, что в принципе вполне. Горы удались. Какие лягушки. Банцер. Почему у тебя как бы голубая вода? Ведь у Андрея Петровича там, извините, но я сейчас сюда грязьки накидаю. Вот вам бурую воду. Это не ну я. Вот тебе, понятно. 12 плюс. Вернись. Алиса, вернись, ты поймешь, почему я так сказала. Я тебе сказала, что голубая. Все тебе? Все. Гнид голубого. Но он там есть. Будет, будет. Ну как он возьмется? Будет, будет. Самушка двигается, видишь, тень. Вот чтобы она светилась, нам нужно вот здесь вот темноты создать. Вокруг нее. И в воде, вода ведь темнее, чем полянка, правда? Темнее, темнее. Ну да. Ты видишь вот этот свет, ты все правильно завидишь. Вот. Давай сейчас поставим деревья и сделаем его отражение. Вот так, деревья где нарисовала. Можно чуть-чуть повыше, можно вот отсюда вот начать. Вот отсюда хотя бы. Вот отсюда. Чтобы у нас под деревьями зелень-то все-таки оставалась вот такой сок. Вот. А потом, как только сейчас их проведешь, от них пойдет отражение. Да, отражение. Оно симметрично должно быть. Так что сейчас я жду деревьев. А сделаем это и куда-то увели и назовем это словом ствол. Тика какая-то. А докуда мы должны были? Все пользовались рамочкой, нет? Ну, пользовались. Только почему-то нам это не помогло. Нет, не помогло. Хорошо. Темно-зеленый мне нравится, да. И, кстати, потом можно, Паша, пустить этим же цветом, вот и пошла тень туда. Оно пошло, говорит. Да-да-да, я вижу, ага, от дерева. Слышишь, Влад, ты как будто с удочкой. Верха нет, как будто он взрывачит. У меня коричневый кончился. Ну, бери, а, нет, у меня тоже нет. Зато зеленого у тебя было. У меня кончился коричневый. Ну, то есть мы выяснили твой основной. Я в отчаянии, учитель. Почему у тебя зеленый нос? Нос зеленый. Да, нос зеленый у меня, потому что сейчас еще и щеки будут зеленые. Потому что пошла зеленая краска. Пошла зеленая краска. Макияжик, тончик накидаем. Ну, нам это не привыкать перед эфиром. Пока красоты уральской природы вот в этом импрессионизме улавливаются слабенько, конечно. Ну, потому что у меня кончился коричневый цвет. Нет, коричневая краска. Господа, второй этап. Спонсор проекта – компания Евросервис. Все виды изделий из кованого металла от первоклассных мастеров. Изделия, выполненные методом художественная ручная ковка, становятся в последнее время все более популярными и востребованными. Кованый металл – это стильно. Это праздник изысканности и аристократизма. Следует учесть, к тому же, что такой консервативный материал, как металл, очень непрост в обработке и требует к себе безусловного уважения. Конечно, современный кузнец технически вооружен неоспоримо сильнее своего средневекового коллеги. На многих изделиях видна печать индивидуального мастерства кузнеца, воплотившего яркий пластический образ дизайнера-разработчика. Формы кованых изделий поражают воображение своим многообразием, вычурностью, они выразительны своей эксклюзивностью. А количество вариантов не ограничено, ведь настоящие мастера своего дела могут сделать абсолютно все. Компания «Евросервис» уже много лет занимается производством кованых изделий различной степени сложности. Офис компании «Евросервис» находится на территории Левобережного авторынка по адресу город Манитогорск, улица Трубная, дом 19. А задать любые вопросы вы всегда сможете по телефону 43-98-90 или 49-49-48. Специалисты компании с радостью вам помогут. Деревья, я уже про них заикнулся. Единственное, что я должен обратить внимание, что чем дальше в пространство уходят у нас любые предметы, тем больше они светлеют и голубеют. Поверьте, на тех дальних горах такая же трава, как здесь, зеленая, абсолютная. Но до них, ну сколько, десяток километров, наверное, есть, да? И, соответственно, цвет сильно изменился. До этих кустов, которые вот на краю полянки, ну, меньше, там, 500 метров до них. Но, тем не менее, они все равно испытывают влияние воздуха, и они светлее, чем дерево, которое у нас вот тут под носом. То есть, я хочу сказать, что чем дальше, тем светлее. Поэтому вот эти вот, я сейчас буду делать кустики на дальнем, но это не кустики, это большие деревья, такие же, как здесь, только недалеко. Так вот, я их буду делать немножко разбеливая, чтобы не было таким же темным, вот она, эта краска, как та, которая у нас появится здесь вот перед глазами, перед носом. То есть, вот эти кустики, они будут немножечко светлее. Они разной высоты, то есть, вот группу я вот сейчас создам, смотрю, что там есть. Вот, и они у нас вот такие вот кустики разные, там вдали где-то вообще маленькие. Ну, домики все-таки у меня за кадр уходят, наверное, заниматься домиками мы не будем. Там даже еще одна полянка есть, еще более дальняя, но усложнять я не буду. На них тоже есть солнышко, то есть, с верхней части эти кусты можно слегка все-таки сделать более светлым, ну, почти цвет полянки, по сути. Вот, той полянки, которая освещает солнышко. Ну, по сути, та же зелень на солнце, она будет над кустами. То есть, вот этот переход, он дает как раз объем. Вот видите, верхняя часть каждого кустика, она вот все-таки солнышком обнимает, как бы ее солнышко. А под кустами тень, под кустами темно. Более того, даже этот цвет может быть немножко слегка таким сиреневым. Вот. Потому что холодный тон присутствует. На горе, на дальней, совсем синий. Здесь он в меньшей степени, но немножко все равно проявляется. И вот, смотрите, у меня дальняя часть полянки появилась. Прежде чем делать тонкие веточки, вот, есть, наверное, резон сделать листву, массу ее. Скорее всего, это будет вот щетинная кисточка веерная. Обозначить словами, как выглядит цвет на деревьях, сложно. Скорее всего, тоже какой-то бурый зеленый оттенок. Но там где-то есть проблески, где-то есть более темные, более светлые на солнце цвета. В целом, наверное, эта смесь будет, ну, оранжевых, коричневых, желтых оттенков, вот, теплых. Вот он получился, вот этот цвет. Так. Беру я его без растворителя. В данном случае мне нужно создать вот эту ажурность. Если тыкать вот этой вот кисточкой вот так прямо, у меня будут вот такие отрезочки. Чтобы у вас этого не было, берите ее, почти ложите. Вот. И можно одним уголочком и другим, тогда получается вот такой вот эффект красивый. Посмотрите, как начинает работать низ стволов. Вот солнышко, видите, за стволами, сейчас оно как горит. Вот это вот место. Можно даже еще усилить. Вот и у Гоши мы пробовали, и Лена, в принципе, начала вот этот вот. Контраст очень сильно. Самый сильный контраст во всей картине – это вот темные стволы и вот это солнышко. Я могу его еще усилить, то есть взять еще раз бело-желтый и почти даже без зеленого, бело-желтый. Вот сюда еще солнце вставлю. Пусть у меня прям горит здесь. Видите, вот оно, солнце – это великий контраст. Главное, я вот передал вот эффект солнышка. Это очень важно. Если у вас солнце будет, то считай, что большую часть мы сделали. Там вдали синие горы. Ну что, веточки, веточки, веточки – это маленькая тоненькая кисточка, лайнер. Вы ей работали. Вот, значит, напомню основные проблемы, которые при работе с ней могут возникать. Это жидко развести краску. На кисточке сейчас очень жидкая, как чернила буквально, краска, которая будет прекрасно рисовать. У нас бурой краски много. И я вот потяну краску от белого вниз. И она у меня сейчас, посмотрите, будет заканчиваться. То есть на каждом мазке, да? Вот. То есть вот эти вот, смотрите, вертикальные отражения. Сейчас подойдете, посмотрите, что там вертикальные мазочки-то нужны. Вот они. Вот эффект воды, он сейчас здесь будет возникать. Смотрите как. Над нами уже даже лягушки не рвут. Пожалуйста, не надо снимать это. Вот я говорила, что пейзаж не мое. Но волшебные руки Андрея Петровича сделали свое дело. Несколько взмахов кисточкой. Ну и пейзаж родился. Дерево, не монстр. Речка на речку похожа. И даже рябь, вы понимаете? Поэтому кому интересно, как делается рябь, я могу при личном контакте, так сказать, дать совет, как сделать рябь. На самом деле, все весь секрет в мастихине. Но в любом случае, картина состоялась, я считаю. Время не зря я провела. Более разнообразно у нас еще не получалось. Не, ну правда. Я твой дубль там, по-моему. Обойди всех. Ну, у нас всегда как-то более или менее похоже. А сегодня мы все разные. У Паши вон глины навалило. Вот как так? Глины навалило. Да, у Пашки такая весенняя. Ну, размыло. Размытые дороги. Просто нам завещана от Бога русская дорога, русская дорога, размытая дорога. На этом карьера художника Зайцева плавно подходит к концу. Пяти занятий, по-моему, вполне достаточно, чтобы осознать, это не мое. Художник Зайцев на самом деле немножко сегодня перенервничал. И, на мой взгляд, многие вещи его недооценены. Ему надо показать его сильные стороны. Вот. И многие вещи он делает намного лучше. Но его нервирует то, что он делает медленно, возможно. Вот. И что отстает, его все так подгоняют. И вот он из-за этого иногда сбывается своего собственного внутреннего ритма. Мне изначально понравилось, как он сделал горы. Вот изначально. Это место я не трогал, хоть чего-то там вокруг не поправлял. Я это место сразу не трогал. Потому что настолько он это хорошо сделал. И небо, и горы. Вот. Потому что соотношение с ними потом потерялось. Но этот кусок был сразу сделан хорошо. Лучше всех. Вот. Ему надо вот очень логично Павлу все объяснить, чтобы он понял до конца. Чисто головой. А уже потом он все это пытается реализовать. Вот. И когда голова не соединяется с тем, что получается, тут вот и происходит конфликт. Раскрыл я вас? Раскусил? Просто вскрыли грудную клетку, вытащили сердце и... Не надо. Вот. Вытащил и показал. И больше ничего. Психотерапевт ходит. А психотерапевт ко мне ходит, если что. Каких фокусов на самом деле? Вот. Я это все сливается. Там с трудом разглядишь этот ствол. Вот правда. Посмотри в воду. С трудом увидишь, что там есть ствол в листве. Поэтому это вот так вот все. Вот этот буро-зеленый коричневый цвет, он странный, кажется. Ну, что я тут делаю, мажу? А картинка-то соберется сейчас. Вот ничего. Я фокусов никаких не показываю. Я просто более-менее точно отношения делаю. Голубенький там есть. Ну, есть. Вон небо же. Вон голубое. Вот. То есть, это правильный цвет. И, возможно, он где-то еще промелькнет между стволами. То есть, ничего, опять-таки, парадоксального не будет. Жалко, что маловато его тут осталось. Но мы его сейчас разбавим. Может быть, из-за этого его будет больше. То есть, вот я его просто сюда же ввожу. Ну, где-то там вот еще можно смелькнуть. Только единственное, его красиво размазать надо. Чтобы он не был такими отдельными мазками. Чтобы у нас рябь воды вот она шла через все. Потому что все, что отражается, оно там действительно вот... Размазывать нехорошо. Все, что отражается, оно дрожит. Мы продолжаем заниматься правополушарным рисованием. Почему так называем? Потому что правое полушарие у нас с вами отвечает за творчество. А вот левое за логику и контроль. Так вот, во время этого процесса мы полностью отключаем левое полушарие. Потому что мы перестаем себя контролировать. Мы просто творим. У нас все получится. У нас все получится.